Кролл, кто это? Давайте называть! Кролл, это кто? Это кто? Почему я не слышу лиз на радость его приемесения? В них влюбились, собирали всей страну и провожали со слезами на глазах на планету Бонитрон-24. Для тысяч влюбленных в эти игрушки белорусов возвращение бонстиков стало настоящим подарком. Именно поэтому на встречу с новыми друзьями пришли сотни поклонников. Возвращение липучей команды особенно ждали дети. Полюбил бонстики? Ну да. За что? За то, что они дарят веселье, радость детям. Куда вы их лепите? На стекло, на зеркало, на окно, на кружку. За два месяца первой акции Евроопт подарил своим покупателям 22 миллиона игрушек. Они прописались практически в каждом доме, а в некоторые селились семьями и становились коллекцией. Их получали вместе с бонтоварами и за каждые 15 рублей покупки в магазинах Евроопта, интернет-магазинах и доставка, и гипермол. Меняли. Особо редких продавали на форумах и пересылали по почте. При этом за время акции значительно увеличить товароборот компании не удалось. Прирост выручки всего 2-3%. Впрочем, это и не было целью. Главное – эмоции, улыбки детей и увлечения. По популярности проект «Бонстики» в Беларуси обогнал свои аналоги в странах Европы. Есть такая группа ВКонтакте «Обмен Бонстиками в Беларуси». Там мы обменивались, там вообще ездишь везде, обмениваешься. Бонстики очень живо захватили души всех белорусов, поэтому они очень крутые. Новая волна «Бонстикомании» уже началась. «Бонстики-2» талантливее своих младших друзей. Некоторые из них могут светиться в темноте. Что ты пожелаешь «Бонстикам» и компании «Евроторг»? Чтобы «Бонстиков» придумали еще одну коллекцию. Новая встреча – новая миссия. У «Бонстиков-2» она развивающая и способствующая интересу к учебе. В Минске «Дримленд» вместе со своими младшими товарищами прилетели «Бонстики» Йося, умник Гуглик, красавица Зяба, весельчак Лыба и любительница порядка Фрау. Именно остальные креативщики компании держат в секрете. С 15 мая новая липучая команда пришельцев будет дожидаться своих поклонников в каждом магазине сети «Евроопт». И совсем скоро начнет грандиозное турне по городам Беларуси. Александр Гамоля, Павел Антонов, телерадиокомпания «Гомель».